МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новость Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. В праздничные дни рейдовые группы продолжат выявлять точки несанкционированной торговли. Такое решение было принято на планерном совещании. Как показывает практика, за неделю до Нового года активно ведется продажа пиротехники, контрафактного алкоголя и фруктов. По поручению главы города дежурные группы будут работать ежедневно. Некачественная пиротехника – одна из главных опасностей в новогодние праздники. Зачастую фейерверки без сертификатов продают с рук. Чтобы обезопасить анапчан, управление торговли ежедневно выявляет нарушителей и составляет административные протоколы. В преддверии Нового года и во время праздничных выходных ролеты с пиротехникой и контрафактным алкоголем встречаются чаще. Муниципальные службы составляют графики дежурства и будут работать в штатном режиме. С целью обеспечения безопасности населения в рамках проводимых праздничных мероприятий в составе рабочей группы усилить контроль по проверке качества и безопасности реализации пиротехнической продукции. Нам нужно, чтобы управление торговли работало все праздничные дни. Не все. Дежурных выделите. Чтобы контролировали ситуацию с несанкционированной торговлей. Это вот по пиротехническим изделиям. Начнутся мандарины, носки вязанные. Понятно, да? Все праздничные дни и первого, и второго. Это чтобы были ответственные с мундконтроля. Задача первостепенной важности безопасности напчан. Юрий Поляков поручил усилить контроль в городе и сельских округах в новогодние каникулы. В домах культуры, школах и детских садах запланированы десятки концертов и утренников. Что касается задач на эту неделю, то управление образованием провести новогодние утренники в образовательном учреждении с обеспечением всех правил и норм безопасности проведения. Также организовать и провести все выезды наших детей на всевозможные мероприятия в городе Краснодаре на Ёлке и Казачью, и ЗСК. Также на этой неделе наши дети едут в Артек тоже обеспечить все мероприятия безопасности. У вас масса мероприятий, новогодние праздники. Это мероприятия в учреждениях и культуры, и образовательные, и подарки вовремя всем раздать, чтобы дети наших жителей были все с подарками. То есть вот это на эту неделю вам самый серьезный контроль в плане безопасности проведения всех этих мероприятий. В разгаре общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление. По предложению главы отмечены будут не только предприятия санаторно-курортного комплекса, но и руководители ТОС, украсившие свои дворы и дома. Также на планерном совещании были подведены итоги работы с социальными объектами. В хуторе Чекон в офисе врача общей практики завершили укладку тротуарной плитки. Идет монтаж сантехники, документы на сдачу здания готовят к эксплуатации. Завершаются работы в новом спортзале 21-й школы, а в детском саду Лазурный идет тестирование отопительной системы. Сегодня крайняя планерка у нас. Хочу поздравить вас всех с наступающим 2019 годом. Верю в то, что работать будем лучше, чем в 2018 году. Сделаем больше, потому что мы все это делаем для нашей любимой Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Реклама есть, хозяев нет. На курорте продолжается борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями. Это еще одно поручение главы курорта Юрия Полякова. Он потребовал ужесточить требования к баннерам, которые смонтированы на муниципальной земле. Баннеры с рекламой гостевых домов были обнаружены на проспекте Южной села Витязева. Как выяснилось, конструкции были размещены на муниципальной земле без какого-либо разрешения. Собственникам гостиниц были отправлены уведомления о демонтаже объектов. Однако владельцы проигнорировали предупреждение. В результате хозяева так и не объявились, а два рекламных счета пошли под снос. Как показывает практика, подобных нарушителей становится все больше. Только с начала этого года было демонтировано более полутора тысяч объектов незаконной рекламы. Работы в этом направлении будут продолжены. И к другим темам. В этом году в Анапе прошло беспрецедентное по своим масштабам благоустройство. В рамках программы формирования современной городской среды на курорте появился новый сквер-строитель в 12 микрорайоне. И получили вторую жизнь шесть дворовых территорий. На этой последней выходящем году недели мы подведем итоги и расскажем о каждом объекте. Первый двор на улице Крылова. Еще этим летом во дворе дома номер 16 по улице Крылова был самый настоящий пустырь. Когда жители узнали, что попали в программу формирования современной городской среды, сразу и не поверили. Но уже в скором времени во дворе появились рабочие и тяжелая строительная техника. То, что было, я думаю, что не радовало никого из жителей, потому что даже просто проходя мимо, было очень неприятно смотреть на убогость этого как раз квартала или межквартального пространства. Преображение значительное произошло, потому что просто радует глаз то, что сейчас здесь есть. Теперь здесь появилась детская игровая площадка, тренажерный комплекс, небольшая парковка и даже аллеи со скамейками. Общая площадь благоустроенной дворовой территории – более 6000 квадратных метров. Огромные пространства благоустраиваются. И мы видим результат совместной работы законодательной и исполнительной власти. То, что действительно только так можно достичь результата. И результат здесь налицо. А местные жители решили на этом не останавливаться. Уже своими силами решили следующей весной провести субботник и дополнительно высадить в своем дворе деревья. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Следующая территория, которая попала в программу формирования комфортной городской среды – двор по улице Ленина, 171. Здесь, учтя пожелания жителей, строители предусмотрели даже площадку под мангальную зону. Это одна из самых больших территорий. Площадь теперь уже благоустроенного двора – более 11 тысяч квадратных метров. Раньше здесь была площадка, но со старыми конструкциями, без дорожек, без вот этих зеленых насаждений. Поэтому все жители, конечно, рады, что наконец-таки у нас будет большая спортивная площадка, детская площадка, площадка для тренажеров. И, конечно, площадка, где можно будет отдыхать и проводить праздники детские. О таком дворе здесь давно мечтали. Для так называемых спальных микрорайонов курорта, говорят общественники, такие программы – возможность решить одну из главных проблем. Комфортная городская среда в основном воплощается в тех микрорайонах, спальных микрорайонах города, которые на сегодняшний день существуют уже более 20-25 лет, 30. Значит, соответственно, территории дворов пришли в упадок. Отвели по просьбе жителей-строителей место под мангальную зону. Будет площадкой для проведения различных мероприятий и детских праздников. Мы будем поддерживать, конечно, все это стараться поддерживать в чистоте. Где-то цветочки досадим, где-то подкрасим что-то в случае необходимости. Такой подарок нужно хранить, поддерживать. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Флагман Анапского санаторно-курортного комплекса отметил свой юбилей. Санаторий «Делуч» пользуется популярностью не только в России, но и за пределами страны. Его главная особенность – классическая курортология. Уникальные методики грязи и водолечения не перестают быть эффективными, а материальная база ежегодно пополняется современным оборудованием. Ровно 95 лет назад санаторий «Делуч» впервые открыл свои двери для туристов. По словам руководства, их главная гордость – медицинский коллектив. Высококвалифицированные врачи призваны сохранять и приумножать здоровье пациентов. Вздравницы продолжают развивать методики классической курортологии. Сухие углекислые и радоновые ванны, обертывание особой грязью, а также магнитотерапия – далеко не полный спектр процедур. И всегда передо мной стояла цель. Изучить все современные тенденции, которые есть в медицине и курортологии, и быть на шаг впереди. Всегда быть на шаг впереди. А другие пусть догоняют. Я думаю, у нас и у меня это получилось. Я всегда живу по принципу, я вам говорю, дорогу осилит идущий. Я всегда думаю о том, что любая сложная дорога с трудностями и препятствиями преодолима. Меня спрашивают, что самое главное и что для вас является наградой. Ни одно мое звание не является для меня наградой. Пожалуй, только диплом. То, что сегодня вы назвали, врач и герой и так далее. Да, награда, но я могу их в любой момент отдать, я ничего не пожалею. А главная награда – вот эта девочка, которая написала письмо и отзывы других, которых вы сегодня услышите. Вот это самая главная награда. Когда человек уезжает, дарит тебе цветы и говорит, спасибо, вы меня вернули к жизни. Одно из достижений здравницы – создание отделения реабилитации. С момента основания оно пользуется огромным спросом. Ежегодно его посещают тысячи человек. Как показывает статистика, 80% пациентов возвращаются к полноценной жизни после процедур. Я работаю, вот именно как курирую курорты, где-то, наверное, месяцев 7 уже, да? И за весь этот период ни одного письма не было с критическими какими-то оценками именно работы вашего коллектива. Вот огромное спасибо от себя, от главы, от санаторно-курортного комплекса, от всего в целом и управления нашего. Она появляется действительно уникальным местом, и что действительно отличает ее от всего остального – это рекреационные ресурсы, которые ваш коллектив прекрасно применяет на благо жителей страны и Краснодарского края. За последние пять лет в санатории было реконструировано два корпуса. Сектор отдыха стал современной службой проживания, а диагностический центр полностью переоснастили. Как говорят сотрудники ДИЛУЧА, чтобы добиться такого же успеха, нужно следить за тенденциями развития современной медицины и использовать передовые технологии. Никита Бойко, Ксения Осипко, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурово-254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова